Друзья мои, я рад вас приветствовать в этом полезном обучающем видеоролике. И тема данного видео у нас звучит как скрыть любое приложение, ну или почти любое, на любом телефоне Xiaomi. На самом деле я покажу три способа скрыть приложение, и вы сможете скрыть даже ту же галерею, вообще любое приложение, Instagram, Сбербанк, ну что захотите, в общем говоря. Значит, буду показывать на примере телефона Redmi Note 9S на прошивке MIUI Global 11.02. Значит, первый способ заключается в том, чтобы отправиться в настройки, и это вот вообще будет крутой способ. Идем в особые возможности. Чем он крут? Тем, что вы, в принципе, можете создать телефон в телефоне, да? Не скрыть отдельное приложение, но об этом мы поговорим также позже, я покажу как отдельное скрыть. А создать второе пространство, то есть защита личной жизни, всегда под рукой полная безопасность. У вас создается вот такое вот окошечко маленькое, смотрите, как приложение, да? Переход называется. Вы вводите просто свой пароль, задаете отдельный графический ключ, не тот, что у вас на телефоне Xiaomi стоит. И даже если человек, какой-то ваш друг, там, не знаю, знает ваш пароль, он не знает этот, вы зададите его отдельно. И вот, пожалуйста, смотрите, буквально магия, спасибо Xiaomi за это. Если согласны, что крутая функция, ставьте свой лайк, Xiaomi просто топ, действительно. Все, тут у вас другие аккаунты, другие приложения и так далее. В общем, отдельная жизнь. Нажимаем на переход и возвращаемся, соответственно, в наш телефон, да? Где мы, собственно говоря, у нас основное что-то. А здесь мы можем хранить свои личные данные, делать какие-то фотки, контакты и все остальное прочее. Значит, приступаем ко второму способу. Мы идем в приложение безопасность. И здесь у нас будет такой параметр, когда мы перейдем, защита приложения. Мы его, соответственно, нажимаем по нему, вводим свой. В чем опять особенность прекрасная, то, что отдельный пароль. Не тот, который на телефоне при разблокировке, да, стоит. Вот, если нажмем сблокировать, и там будет пароль. Нет, вы отдельно задаете для безопасности. Нажимаем скрытие приложения. И как видите, смотрите, я сейчас, вот, посмотрите. Обратите внимание, у меня инстаграм есть, да? Я прямо сейчас на примере своем покажу. И я при вас скрою это приложение. Нажимаем сюда же. Вводим здесь инстаграм. Инстаграм скрыть. Смотрите, что у нас выходит. У нас получается, что мы скрыли. Все, оно пропало. Вот так вот делаем свайпом по рабочему столу. Вводим наш ранее заданный рисунок, пароль и так далее. И вот, смотрите, инстаграм, да? Почему у меня, кстати, два инстаграма, вы могли обратить внимание. А все очень просто. Это чтобы запутать, допустим, человека. Вот мы переходим в безопасность, да, опять туда же. И у нас два заблокированных приложения. Мы, вот, создали копию приложения, да? И там у нас какой-то отдельный аккаунт. Мы скрыли копию. А здесь все пусто. Оно как бы на рабочем столе, человек думает. Открывает и думает. Бам. А значит, он не пользуется, получается, инстаграмом. Мне не нужно уже искать, продолжать, да? А как, собственно говоря, копировать это приложение? Мы заходим в настройки. Идем в приложение. Идем в клонирование приложений. И здесь выбираем, какое хотим. Вот. Я создал клон инстаграма. И вот сюда его поместил. Да? Я показал ранее, как это сделать. Все. Соответственно, вы сейчас научились клонировать и скрывать приложение. И это такой двойной способ защиты, да? Так скажем. Итак, третий способ. Значит, переходим в Play Market. И здесь вводим следующую... Следующий ключевой... Ключевой запрос. Клонирование приложений. Вот, пожалуйста. Просто это не как бы не реклама, да? То, что я сейчас покажу приложение какое-то и так далее. В общем, мы вот, допустим, Clone App. Приложение Cloner Multi Account. Соответственно, мы можем скачать, да? И пользоваться им. Или вот скрыть. Скрыть. Это я сейчас показал, как клонировать, да? Там свои есть особенности. Вот через приложение скачанное клона. А вот, допустим, скрыть приложение. Вы можете любое скачать. Потому что это не реклама, как я уже говорил. Вот, допустим, с отличным рейтингом, да? Приложение. Можно и его. Можно и его. Ну, тут уже на выбор. И там все интуитивно понятно. Но я рекомендовал бы вам пользоваться встроенными способами. Коих достаточно на телефонах Xiaomi. Я только что продемонстрировал. Друзья мои. В этом видео вы научились очень полезным вещам. Если вам видео понравилось, то поставьте свой лайк под это видео. Чтобы как можно больше людей его, соответственно, посмотрело. Если не хотите пропускать подобные видео. Полезные, обучающие. То подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Чтобы вам YouTube присылал, соответственно, уведомления. Пишите в комментариях модель своего телефона Xiaomi. И все ли у вас получилось. Какой способ вам понравился больше всего. Ну, а мы с вами, как всегда, безусловно прощаемся. Но в то же время, скоро, безусловно, и снова. Увидимся.